Конечно же, традиционно каждый понедельник у нас в гостях Наталья Сарамут, наш звёздный эксперт, который всегда подсказывает, что же нас ожидает на неделе будущего. Доброе утро! Здравствуйте! Можно мы вас будем иногда называть звёздным лордом? Как вам такая позиция? Может быть, леди? Ха, звёздная леди? Окей, уже прекрасно. Договорились хорошо. Брат, это утро. Мы уже привыкли к тому, что каждую неделю планеты выстраиваются в какие-то новые конфигурации, и нам всегда есть что посмотреть, да? Чем же побалует нас предстоящая неделя? Первое. Сегодня новолуние. У нас с вами всего 12 месяцев, всего 12 знаков зодиака, да, в течение года, и 12 месяцев. И всего 12 новолуний, поэтому каждому нужно радоваться. Всего лишь их так мало. Будем сегодня радоваться и за все. Сегодня закладывается тенденция на ноябрь месяц, ну, потому что в конце ноября, следующая новолуния будет уже практически ближе к концу ноября, в следующем знаке зодиака. Что такое новолуние? Сегодня новолуние – это соединение Солнца и Луны, когда они вместе в одну точку собираются в каком-то знаке зодиака. Вот сегодня они собрались именно в Скорпионе. Кроме Солнца и Луны у нас еще две планеты находятся в Скорпионе. Скорпион – один из самых сильных знаков зодиака, самых энергетичных. Поэтому тенденция, которую закладывает сегодняшняя новолуния – это, конечно, бизнес. Бизнес, дело, движение, спорт. Режиссурой можно заниматься в Скорпионе, в принципе. Это, конечно, любая активная деятельность. Главное – не сидеть на месте. Что касается предстоящей недели, самыми продуктивными днями у нас будет вторник-среда, поэтому важные встречи, важные какие-то совещания, разговоры – планируйте на вторник-среду, на завтра-послезавтра. Сегодня лучше заниматься рутиной, конец недели тоже лучше заниматься какими-то так вот… Накопившимися текущими делами. Да, накопившимися текущими делами, да. Но у нас еще одно очень важное событие. Вот это событие, оно всегда достаточно шумно разбирается во всех средствах массовой информации – это ретроградный Меркурий. Я предлагаю разобраться с ним, что же такое ретроградный Меркурий. На самом деле сам Меркурий не знает, что его обзывают ретроградным. И обижают сплютки человечества. И винят его во множестве различных… А как по-вашему, в чем причина? Просто название людям нравится, поэтому… Ну вот давайте вот сейчас мы посмотрим, откуда оно взялось. Ну предположим, что это у нас Луна, мы ее уберем, да, у нас осталось с вами Солнце, Солнце и Меркурий. Мы находимся с вами вот здесь вот на Земле и наблюдаем за движением Меркурия вокруг Солнца. Дело в том, что Меркурий ходит вокруг Солнца вот таким вот образом. Против часовой спиел. То есть Солнце, Меркурий никогда не останавливается, у него есть своя орбита. Он никогда не останавливается, никогда не идет в обратную сторону. Это просто физически невозможно. Но с точки зрения земного наблюдателя, когда он возвращается, делает круг со стороны ближе к Земле, да, происходит зрительный эффект, как будто бы зрительный эффект возврата. Это всего лишь зрительный эффект. То есть кажется, что планета обратно идет? Да, нам, наблюдателям с Земли, кажется, что планета идет обратно. И поэтому мы его называем ретроградным. Ага. То есть это получается ошибочное название? Нет, оно не ошибочное, но здесь закону космоса объясняется то, что планета не может останавливаться, она не может идти в обратном направлении. Это невозможно. То есть она идет, у нее есть своя орбита, по которой каждый день она совершает движение, да, никогда не стоит на месте. Но исключительно зрительный эффект, это наша такая, так скажем, иллюзия, иллюзорность, да, с точки зрения наблюдателя Земли. Мы видим, что нам кажется, что она останавливается, идет в обратном движении. И вот когда она движется, находится в этом состоянии, сейчас вот как раз она, мы говорим, что сейчас Меркурий остановился. Что значит остановился? Мы понимаем, что он не остановился. Просто вот здесь он изгиб. Да, в такой позиции, где происходит изгиб его орбиты, да, и нам зрительно кажется, что он стоит в одном знаке, в одной точке. Такой оптический обман небольшой. Да, совершенно верно. И здесь вот те дела, которые связаны с Меркурием, в эти дни, они как бы замораживаются. И, хорошо, говоря о, в общем, здесь, собственно, все понятно. А говоря еще раз о знаке зодиака, хочется мне вернуться к тому, что сегодня у нас понедельник, и какие знаки зодиака будут более успешны? Кому вот больше всего ждать? Вот. Что касается успешности, у нас с вами в весах находится, в весах у нас вот здесь вот находится знак планета Марс. Это такая, одна из самых сложных планет, агрессивных, агрессивная планета. И, конечно, тем, кто родился в весах, кто родился напротив, напротив весов находится Овин, Овин, и, соответственно, еще у нас Козерог. Козерог и рак, вот эти вот четыре знака зодиака, им нужно, ну, более-менее, так скажем, осторожно предстоящую неделю прожить. А самые успешные? Самые успешные представители водных стихий и земных стихий. Ну, за исключением, наверное, Козерога. А вот уже чуть ранее начали уже говорить о том, что эпоха, не эпоха, а вот момент Скорпиона наступает, его звездное, так сказать, время. Да, да, да. Уже можно считать, что вот с начала этой недели вступает свою силу Скорпиона? Да, Скорпион вступил в свою силу уже, в полную силу он вступил. На прошлой неделе у нас Солнце перешло в знак Скорпиона, да, но сегодня у нас еще Луна туда присоединилась, и завтра тоже будет Луна находиться в Скорпионе, поэтому, конечно, Скорпионы, как говорится, на коне, да, и, соответственно, те знаки Зодиака, которые рядышком, через один знак Зодиака от Скорпиона находятся, тоже у нас, мы можем их рассматривать. Ну вот, например, кому-то Скорпион, да, если мы посмотрим Скорпион, рыбы, рыба может быть очень хорошо тоже вести. Рядом со Скорпионом. Водные, да. Что ж, обязательно прислушивайтесь ко всем этим и советам, пожеланиям, и, как правильно это сказать, прогнозам, да, которые вы нам только что поведали, наш постоянный звездная наша леди. Звездная леди Наталья Сарамут, как всегда, в понедельник дала точные звездные прогнозы на предстоящую неделю, учитывайте их, пожалуйста.